Парижа последний год Ну что ж, соревнования уже начинаются И первый подход с точки зрения Татьяны Кашириной Просто вообще не подход Татьяна Каширина собирается начинать с феноменального веса 145 килограммов заявлено для первой попытки Татьяны Кашириной При том, что мировой рекорд 148 Ну а представляете, в этой весовой категории Кристина Магат, попавшая в группу сильнейших Начинает Диви моста Очень скромненько Нет коробки И соответственно, самое тяжелое в этой весовой категории Это Сабина Багинский Из Польши ее собственный вес 101 килограмм Чуть уступает ей Татьяна Каширина Юлика Навалова 95 Но он, если мне память не изменяет То Ольга Коробка на последнем чемпионате мира Имела собственный вес 140 Кристина Магат, попавшая в группу сильнейших Кристина Магат Юлика Навалова собирается начинать в рывке 120 Юлия Довгаль, ее главная соперница 115 Но это пока предварительно заявленные результаты Понятно, что ближе к делу, как говорится, можно будет перенести Кристина Магат, попавшая в группу сильнейших Кристина Магат, попавшая в группу сильнейших Кристина Магат, попавшая в группу сильнейших Ну что ж, думаю, что даже вне зависимости от результата Юлика Навалова и Татьяны Кашириной Российская женская тяжелая детская на этом чемпионате Европы Уже попала в призовую тройку Я очень надеюсь, что после сегодняшних выступлений Она выйдет на первое место Днем раньше, вчера в более легкой весовой категории Выиграла Ольга Зубова Вчерашняя юниор, которая сейчас впервые переходит в взрослый возраст И, видите, этот переход красивый, как говорится, сразу же с победой на чемпионате Европы Здесь выиграла и Оксана Сливенко На этом чемпионате Вчера, конечно же, был триумф в рамке мужской тяжелой атлетики Победы Давида Беджаняна и второе место Максима Шейко После серии неудач Олега Чена и Дмитрия Иваненко Посмотрим, как этот почин будет продолжен сегодня В супертяжелой весовой категории Где у России есть два участника Руслан Альбеков и, конечно же, Андрей Козлов Который к этому турниру, по слухам, очень хорошо готов Ну и, судя по заявленному результату У него абсолютно лучшая сумма Он здесь давно уже находится На помосте будет и олимпийский чемпион Матя Штайнер И я думаю, что вот как раз тройка, два российских штангиста и Матя Штайнер Давайте не будем загадывать, в каком порядке, как, кто, где И как там будет происходить Но, судя по предварительным заявкам И, судя по их выступлению на других турнирах Козлов с Альбековым будут спорить С Матя Штайнером Это при том, что здесь Вот российские тяжелоатлеты Решили точно смоделировать систему Олимпийскую То есть, вся сборная вместе с супертяжами Приехал в Турцию За день до начала соревнований Они подъезжают, так вот же называется, впритык За день, за два дня До своих выступлений Продолжает Сабина Богинский и Кристина Магат Соревноваться друг с другом На весах, которые Поднимают в категории до 58 Вот Ромео Бегаеву, которая выступала в 58 Которая выиграла в чемпионат Европы Имел результат 102 в рывке Наури Кристина Магат Соревноваться друг с другом Соревноваться друг с другом Кристина Магат Кристина Магат За последние годы Очень сильно выросли результаты Начиная с 2004 года Начало 2000-х годов И эти результаты подвластны лишь единицам в мире Усилиями Альбины Хомича Татьяны Кашириной Кореянки Двухратные олимпийские чемпионки Ян Гмиран И там трех китаянок Они находятся в таком отрыве от всех остальных Ну вот сейчас, надеюсь, мы сейчас с вами вместе увидим Это исполнение Татьяны Кашириной Ордж, аж Компин Ордж Кто� А. О ОЭ Она Ордж Ордж Давайте посмотрим еще выступление Катлин Шотте из Германии. Понятно, что с такими результатами Катлин никогда в жизни не была в призах на чемпионатах Европы и чемпионатах мира. Он давно тренируется и 29 лет. Давно выступает. Что любопытно, то что представительница супертяжелых весовых категорий, это еще в свое время ввела Агата Вробель, очень экстравагантная польская штангистка, которая была даже чемпионкой мира, она никогда не была, но была чемпионкой Европы несколько раз. Так вот, Агата Вробель всегда приезжала на соревнования заранее, и обычно тренеры не советуют штангистам сидеть на соревнованиях и смотреть выступления, считая, что они тогда больше горят в психологическом плане. Но здесь Агата Вробель всегда сидела на всех женских соревнованиях, где выступали представители польской команды. Ну и вот Катлин Шотте не исключение, она делает то же самое. Вчера, например, она внимательно наблюдала категорию до 75, ну и раньше, раньше, раньше. Не так много было вообще в категории, где выступали немки, но Катлин Шотте обязательно занимала свое место в зале. Еще любопытная деталь. Видите, она, у нее какие-то кольца на правой и левой руке одинаковые зеленого цвета. Может быть, нам покажут крупнее. Ну, я не знаю, может быть, это не кольца, а какой-то вариант такого тейпирования, но зачем это, тоже не ясно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пойдём Второй попытке уйти 103 килограмма Свои 103, которые она поднимала Последние ему четыре года Кофеншопа зафиксировал Посмотрим, удастся ли ей Продвинуться дальше И затем Вот выйдет на помост уже первая тройка Юлия Коновалова, Юлия Довголь Ну и Татьяна Каширина В рывке В другом порядке они будут выходить Довголь, Коновалова и Каширина Газусь-Рар, дейвус О,dzis-Алткингер 106 кг Газусь-Рар, дейвус-Рар Газусь-Рар, дейвус-Рар Газусь-Рар, дейвус-Рар Юлия Коновалова Селепарад, дейвус-Рар На 106 решила пойти Катлин Шаппе. Ну, вот эти соревнования всегда очень неторопливы, размерены. Потому что, видите, такой разброс подходов. Очень редко здесь бывает борьба почти килограмм в килограмм. Шаппе, гражданин, шаппе. Шаппе! Шаппе! Вот, видите, нет, это не кольца, видите, это какие-то специальные вот такие, пластырь какой-то, еще какая-то вещь. Не знаю, зачем это, в принципе, правилами это не запрещается. Катлин Шаппе показывает 106 килограммов в руке, даже 107. Это для нее очень неожиданно, раньше больше МС-3 не было никогда. Это ее персонально лучший результат. Ну, что ж, и вот начинается соревнование номер один. Их трое. 21-летняя Юля Коновалова, которая впервые на международных взрослых соревнованиях. Опытнейшая Юля Довбель, которая 28 лет и которая долгие годы представляла Армению, сейчас переехала в Азербайджан и первый раз выступает за Азербайджан. И блестящий, увереннейший первый подход на 115 килограммов. Юля Довбель из Одессы, но вот последние, сколько, два года уже живет в Азербайджане, там и тренируется. Ее персональный тренер Юрий Павлович Кучинов, тренер разоренного, тренер большого количества спортсменов на Украине. Но он сейчас, видите, чуть в стороне находится от компании, дабы не обидеть азербайджанцев, которые в последнее время занимаются тренерским процессом. Сейчас видите, как он держит Юрий Дорогой за руку. Надо признать, что за всем тренерским процессом в последнее время Юрий Дорогой следит не Кучинов, а азербайджанцев. На 125 перенесла Юлия Коновалова свой первый подход. Я знаю, что Кучинов необходим Юлию Дорогой, если вдруг у него что-то не получается. Просто это всегда очень любопытные теологии. Она как бы мешает объяснять Кучинову, что сами бы пошли и попробовали. Какая-то тяжесть вот на момент отправляете. И он так, как подобает психотерапевту практически, ну, попробуй, ничего страшного, это же пробовала, получалось. Ну, вот такие диалоги... Для таких диалогов необходим Кучинов для выступления Юлии Дорогой. А пока все хорошо, пока у Юлии все идет. Но я вам хочу сказать, что уже сейчас она перемахнула свои лучшие результаты. 118 килограммов в рывке. Это было лучшее, что было показано Юлии, кстати, уже когда она выступала за Азербайджан на чемпионате мира в Париже. До этого 111, 112, 115 был максимум на чемпионате мира в детом году, когда еще она выступала за Украину. Сейчас, видите, уже 120, еще третий подход в запасе. Она заявляет 125. Это, кстати, очень уверенный подход на 120 килограммов. Ну, давайте посмотрим на Юлию Коновалову. Чемпионка мира среди юниоров в 2010 году. Чемпионка Европы среди молодежи также 2011 года. Родилась она и нечела свой путь в тяжелоатлетике в Казандарском крае, в известной станице Кущевская. Но, начиная с 2006 года, переехала в Московскую область, в Москву. И сейчас ее тренируют все эти годы Владимир Евгеньевич Сафонов, тренер Оксаны Слевенко, молодой тренер. Которого, в свою очередь, привел в тяжелую атлетику его отец, Михаил Ильич Мартынов. И Мартынов тренировал Сафонова. И вот если Сафонов уезжает вместе с Слевенко на сборы национальной команды, а в Подольске остается Коновалова, то следит за тренерским процессом Михаил Ильич Мартынов. Отец Сафонова. Тоже хороший подход, 120 килограмм для Коноваловой. Следующим номером Коновалова заявляет 130. 123. Собирается идти Юлия Довголь третьей попыткой. Судя по подходу на 120, мне кажется, она могла и 125, и, по-моему, и 130 сходить. Посмотрите, какой запас у Юлия Довголь. Я уверен, что мы увидим Юлию Довголь на Олимпиаде. И вот после этого чемпионата Европы, мне кажется, она там может быть очень опасна. Хотя в супертяжелой весовой категории прибавить 30-40 килограмм в сумме, это за полгода, за меньше, чем полгода невозможно. Просто невозможно. Мне, что подобное, удавалось только одному, Хосейна Лилазаде. Перед интервалом между чемпионатом мира, но это за год произошло, и, соответственно, Олимпийскими играми в Сиднее. Там он прибавил, по-моему, 50. Юлия Коновалова, 127, вторая попытка. Если так вольно меняют подходы, то, по всей видимости, Сафонов и Коновалова уверены в возможностях... Опа! Опа! Вот, судя по предыдущим результатам, и Коновалова, и Юлий Довголь. Коновалова 160-162 в толчке, а вот Юлий Довголь больше 145 никогда не делала. Конечно же, Юлия может позволить себе даже и проиграть. Юлия имеется в виду, что Коновалова другой Юлий, Юлий Довголь в рывке, потому что потом вторым движением можно будет многое отыграть. Ну так вот априори. Ну, не хотелось бы. На 127 идет Коновалова третьей попыткой. По всей видимости, у нее действительно нет разницы, идти 124 или 127. 124 это как бы, ну, необходимо для того, чтобы обыгрывать Довголь, и дальше уже все, что выше. Разница в 3 килограмма для Юлии Коноваловой не является решающей в смысле ее возможностей и силой, потому что вот этот второй подход, она то, что говорят, именно чисто смазала. У нее штанга упала за голову, как-то она ее не почувствовала просто. Это в руке, которое движение, которое более техничное, нежели силовое. Ой, прямо видно, как пошла штанга назад, и здесь уже сделать ничего нельзя. Проигрывает рывок Коновалова-Довголь. Два килограмма. Ну, а мы ждем три подхода Татьяны Кошириной. Ну что, 145 она будет начинать или меньше? Пока у нее заявлено начало 145. Это при том, что мировой рекорд, который тоже принадлежит Татьяне Кошириной, 148. Но к этим весам вообще приближались всего лишь четыре человека в мире. Две китаянки, кореянка Янг Миран и Татьяна Коширина. Вообще, в рывке показывают результат за 140. А здесь, начиная с 145, Татьяна Коширина на чемпионате Европы. И вот трехкратная чемпионка Европы Татьяна Коширина на своем четвертом континентальном первенстве. Начинается 145. Увереннейший подход. Это совершенно неожиданно было для Татьяны Кошириной. Вообще-то у нее все складывалось. В 2009 году молодая Коширина приезжает на первый чемпионат Европы и выигрывает. С результатами, которые пока еще тогда 125 и 155. Все понимали, что они уже мирового уровня, а не европейского. Но все так затаились. Потом серебряная медаль чемпионата Европы 2009 года. В Корее кореянка Янг Миран Коширину обыграла. Ну, на первом чемпионате Европы второе место. Почему бы нет? При том, что не удалось, хотя и удалось приблизиться к результатам Янг Миран, но дать бой кореянке Татьяне Коширине тогда не удалось. А вот в 2010 году Коширина выиграла. Обыграла Янг Миран и показала вообще 10-й год блестящим Татьяне Коширина. Выигрывает чемпионат Европы, потом выигрывает чемпионат мира. Затем в 2011 в Казани Татьяна Коширина также номер один с феноменальными результатами 146 и 181. Это под мировые рекорды и там, и там. Соответственно, а потом был чемпионат мира в Париже, куда приезжала Татьяна Коширина и где не было кореянки Янг Миран. И, казалось бы, Татьяна Коширина приезжала, чтобы достаточно просто выиграть, показать свою силу, потому что действительно она феноменально талантлива и феноменально работоспособна и может поднимать такие веса, которые просто недоступны никому. Но в борьбе с китаянкой, как всегда бывает, знаете, появившись практически ниоткуда, Татьяна Коширина уступила и стала второй. При том, что 147 и 175 были результаты Татьяны Кошириной. 147 это мировой рекорд, ну а 175, ну это очень-очень близко. Но вот китаянка Коширина обыграла, это, видимо, дико задело Коширину, потому что уже на Кубке Президента, где, в принципе, Коширина могла не выступать после чемпионата мира, она еще раз улучшила свой рывок. 148 килограммов показала новое мировое достижение. И 181... Ну тогда она не толкала, 181 толкала раньше на чемпионате Европы в Казани, как бы этот результат остался у Татьяны Кошириной во втором движении. Не считают этот подход. 149 килограммов Татьяны Кошириной. Есть еще третья попытка для Кошириной. Понятно, что сейчас вновь Коширина пытается улучшить свое же мировое достижение уже на Европейском помосте за несколько месяцев до Олимпийского турнира. Видите, вот за дрожащие локти этот мировой рекорд Кошириной не засчитали, хотя могли бы, честно говоря. Тренер Кошириной Владимир Станиславович Краснов тренирует ее с детства. Там, ну, с другой стороны, она только-только-только... Ей 27 год, она только-только вышла из юниорского возраста, хотя уже трехкратная чемпионка Европы, чемпионка мира. Ну вот первая Олимпиада будет в жизни Кошириной в Лондоне. Вторая попытка на 149. Ой! Падает назад. Штанга, но... Расстраивается Коширина, но ничего страшного не произошло. 145 килограммов, и фактически второй подход, который мы видели, 149. Я никогда в жизни не забуду, как иранец Хосейн Рязаде, когда выступал в Сарихарде, взял на грудь 263 килограмма, потом фактически толкнул и сразу бросил. То есть он не хотел там устанавливать мировой рекорд, но всем показал, что он это может. Вот сегодня 149 вторым подходом Татьяны Кошириной. Конечно, не специально, но все поняли, что Татьяна Коширина 149 в рывке. Это не просто реально, а это практически данность. Ну, сейчас пытается найти причины того, что не получил. Продолжаются соревнования в категории 75+, на чемпионате Европы среди женщин. Ну и Кристина Магат начинает 117 килограммов. Первая попытка. Кстати, Кристина Магат даже удавалась однажды стать пределом чемпионата Европы среди молодежи, но в 2010 году, ну, конечно же, среди взрослых с такими результатами ей подобное можно только присниться. Понятно, что сейчас в перерывах я разговаривал с тренерами российской команды. Конечно же, жаль, что Татьяна Коширина, видите, не смогла собраться и установить новый мировой рекорд, потому что по силам, по возможности, все было очень близко. Но, по всей видимости, если Коширина ничто не заставляет это делать, заставить себя собраться на такие веса и на серьезные показательные выступления, ей сегодня оказалось достаточно сложно. Как будто ни было, Татьяна Коширина номер один в рывке с результатом безумным 145 килограммов. С преимуществом от Юлии Довголь на 23 килограмма в рывке, при том, что еще и Коширина, как она толкает, мы тоже знаем. Второе место у Азербайджанки Юлии Довголь, куда переехала из Одессы Юлии несколько лет тому назад. Ну и третье место у Юлии Коноваловой, другой российской штангистки, которая впервые в 21-летнем возрасте приехала на чемпионат Европы среди взрослых. По первым подходам, смотрим, Коновалова собирается начинать 150, Юлия Довголь 140. Я думаю, что ситуация изменится. Сначала пойдет Юлия Довголь, а потом Коновалова будет прибавлять 2 килограмма, ну и 3 килограмма. То есть еще один килограмм из того, что она тяжелее Юлии Довголь. 2 килограмма она проигрывает в рывке, ну и килограмм еще за счет собственного веса. Ну и будет так отвечать шаг в шаг. А там уж посмотрим, куда Юлия Довголь загонит Коновалову. Татьяна Каширина собирается начинать 177. Ну а пока Сабина Бадинска из Польши 2 к 1 считают ей, вот эту первую попытку, 123 килограмма. Сейчас на точно такой же вес приглашают Кристину Магат из Венгрии. Сабина Бадинска из Польши 2 к 1 считают. И так же, Сабина Бадинска, помощь. Приготовлюсь. Сабина Бадинска, называться. Пусть-а. Что? Пусть-а! Ха! Хаш! Хаш! Наслаждайтесь. Подошли! Тимминь, надеемся! Спасибо. Конец! Доброе утро! Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok 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 На 140 кг перешла Катлин Шопе Решила пропустить она Юлию Довголь Ну что ж, у нас вот и Юлия Довголь Выходит для первого подхода Аплодисменты Ну, в силу есть возможности улучшить Юлию Довголь Безусловные Низами Пашаев Чуть раньше ушел в тренировочный разминочный зал Понял, что он, видимо, пошел писать заявку для второго подхода А второй подход Юлия Довголь 150 Напомню, что больше 145 кг Юлия Довголь никогда не толкала Посмотрим, что получится Катлин Шопе для третьего подхода на 141 А 150 собирается начинать Юлию Довголь Никак не меняет она свою заявку после этого подхода на 140 Аплодисменты 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 Ну что ж, вот их в этой лесовой категории осталось только трое Коновалова, Довголь и Татьяна Каширина Татьяна Каширина собирается начинать со 177 Ну а Коновалова, видите, отвечать Коновалова проиграла 2 кг в рывке Юлии Довголь И по собственному весу тяжелее Довголь И вот идти на 143 Коновалова не намерена У нас все равно идет по своему сценарию 150 первым подходом Вот Коновалова на помосте Да, и вот ответ на наш вопрос Почему Коновалова собралась идти на 150 Ну, мне кажется, ее готовность сегодня не только 160 Как это было показано Юлии Коноваловой в Пензе на чемпионате России в прошлом году В прошлом году 162 даже было А на чемпионате Европы среди молодежи в 2011 году Коновалова толкала 160 Тот же самый вес Коновалова Посмотрим И вот Довголь толкает 150 Повторюсь, в исполнении Довгу такого не было до сего момента никогда Выступала, знаешь, недавно Но еще во втором В шестом, в пятых годах Была на различных чемпионатах Тогда выше, чем 145 килограммов Во втором движении У Льюи Довголь никогда не было Кстати, не считаю тут попытку Не считаю тут подход Юлии Довголь Зовут ее третий раз на этот же вес Вот видите, вот это с правой стороны Это врач раньше украинской команды Которая сейчас врач азербайджанской команды Вот слева Шемпион мира Низами Пашаев Который выступал и жил в горячем ключе в России Он вернулся в Азербайджан Но это было достаточно давно Азербайджан Сто пятьдесят Юлия Довголь Третья попытка Ну, могут тоже опять не считать этот подход Довголь Могут и считать Сейчас посмотрим, что скажут судьи Нет, три белых фонаря зажигают Для Юли Ну, что ж Довголь тяжелее Коноваловой Вот Это означает, что плюс один надо прибавить Плюс два надо прибавить И идти, соответственно, сто пятьдесят два Ну, нет, Коновалова решает Решает идти сто пятьдесят три То есть, Яшик, девяносто два, шестьдесят два Собственно, есть Юлия Довголь И девяносто пять, но и шесть Собственно, вес Коноваловой Конечно, Коноваловой тяжелее Поэтому ей нужно два килограмма плюс килограмм То есть, три прибавили Получается сто пятьдесят три И без Каких-либо Дополнительных идей Поэтому Юлия Коновалова выходит Именно на этот вес Поскольку она спорит с Юлией Довголь И помните Сто двадцать семь В рывке Сто пятьдесят был такой блестящий подход Юлии Коноваловой Видно было, что она готова к большему А сейчас, видите, даже не смогла взять на грудь Сто пятьдесят три Что случилось с интеллектом? Татьяна Каширина Готовец Татьяна Каширина Званса Продолжение следует... 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 АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ